Продолжение следует... Пояснение. Дело в том, что компания «Сувалмаш» занимается разработкой уникальных асинхронных электродвигателей с совмещенными обмотками «Славянка». Но помимо разработки новых двигателей, существует также и модернизационное направление. То есть мы берем готовый двигатель, и за счет модернизации путем замены классических обмоток на обмотки совмещенные, двигатель получает новые уникальные характеристики. Он становится мощней, экономичней, надежней, и в отдельных случаях мы можем создать более мощный двигатель в корпусе, более компактного. И многие из вас уже неоднократно слышали, что «Сувалмаш» имеет более 100 лицензированных обмотчиков, которые каждый день трудятся над созданием двигателей, над их модернизацией, над их обслуживанием. В их числе существует и участник проекта Виктор Арестов, компания АСПП «Вэйхай», который организовал не просто модернизацию двигателей, а мелкосерийное производство за счет реализации модернизационного потенциала. И уже сегодня он позволяет приобрести всем желающим готовые кит-комплекты, в которые входит двигатель и контроллер для реализации их целей и задач. И любые тюнинг-отелье, любые любители могут приобретать эти комплекты и уже сегодня создавать ту технику, о которой они мечтали. В том числе, также это позволяет мелким предпринимателям и не только мелким делать уже готовые коммерческие проекты с применением технологий совмещенных обмоток «Славянка». И все это при том, что будущий проектно-конструкторский технологический центр еще не построен. Но технология уже жива, и можно встретить огромное количество двигателей, которые работают по всему миру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, ну вот мы снова добрались на... до вас. Что это за зверь? Что мы только что засняли? И зачем? Почему? Для чего? И для кого? Вы, конечно, приехали прям вовремя, как мне сказал Матвей. Мы сейчас, говорит, приедем, вы не разбирайте. Матвей мне присылает фотографию, говорит, вы вовремя сказали, что вы едете. То есть, да, мотоцикл немножко уже подразобрали. Значит, была выбрана, ну, самая, на мой взгляд, и на взгляд экспертов база. Удачная городского мотоцикла, очень объемная рама. Ну, потом вы покажете, да, сколько там всего интересного, как туда можно установить батарею, двигатель. Вот. И это знаменитая фирма Баджач. Третье место в мире она занимает по... Сейчас занимает третье место в мире по продажам. Вот. И вот эта вот модель, именно Баджач Пульсар, она сейчас набирает обороты. И она очень сейчас популярна и в России, и за рубежом. Но это индийская фирма. Да, это индийская фирма. Ну, она не чисто индийская, конечно. Она такая, так, многонациональная. Там 30% принадлежит Кавасаки, КТМ, часть принадлежит. Ну, то есть, фактически серьезные игроки из мира мотоциклов причастны к созданию вот этого желтого чуда. Да. Очень удачная модель. Я вот считаю, что это на сегодняшний день самая удачная модель из тех, которые мы вообще пытались показывать. Что самое интересное, почему именно эта модель? Почему именно Баджач? Потому что он популярен не только в России. И нам можно будет продемонстрировать возможности электромотора именно на этом байке на весь мир. И это будет интересно всему миру. То есть, фактически, если мы говорим, что это индийский мотоцикл, азиатский рынок тоже, так полагаю, наполнен довольно хорошо. Азиатский рынок, в первую очередь, будет заинтересован в таком киткомплекте. И ведь сейчас не секрет, что именно азиатский рынок уже сказал, что там к 23-му году часть техники будет переведена на электрический транспорт. Именно азиатский, именно даже, так скажем, не азиатский, а индийский рынок уже об этом заявил. А Вьетнам в этом направлении смотрит. То есть, мы как бы можем продемонстрировать возможности славянки не только в России, а и во всем мире. Ну, то есть, фактически, актуальность данного направления, модернизационного, фактически же, это уже мотоцикл, который кто-то приобрел. То есть, это не готовый мотоцикл с завода, с электродвигателем. Это двигатель внутреннего сгорания, который человек, уже полюбившийся его мотоцикл, модернизирует на электродвигателе и продолжает получать, собственно, его удовольствие. Ну, а почему нет? Я знаю уже очень многих людей, которые с удовольствием пересядут на электротехнику. На моих глазах, скажем, тот же Матвей, всем нам знакомый, который усовершенствовал мотороллер и сделал гибрид. Он же не ездит на бензине, он же ездит только на электричестве теперь. То есть, ему даже не хочется, я вот наблюдал сегодня, как он перемещается по участку. Он перевозит все на своей любимой технике, но на электрической тяге. Тот же Виталий, наш главный конструктор, который после того, как сел на квадроцикл электрически, сказал, да я на бензиновую больше в жизни не сяду. Тот же Александр Осипов, конструктор главный электрособаки, тоже его дети ежедневно требуют, папа, дай нам покататься на электрической собаке. На бензиновой они не могут сесть. Это сложно. То есть, почему нет? И эта техника, я думаю, станет популярной. Я уверен, она станет популярной. Я думаю, все основания для этого есть. Почему? Потому что, действительно, электрические мотоциклы, они приятные. Они не шумят, они тихие. Да, но самый-то смысл, что она не просто электрическая, ведь масса электрическая, а именно наши моторы, именно моторы «Славянка» дают какие-то возможности, от которых... Ну, восторг. У меня, например, восторг. Поэтому только «Славянка» и во все. Внедряем во все, что можно. Хорошо, будем стараться этим заниматься со всех, так сказать, поступов. Я думаю, у нас обязательно получится. Тогда такой вопрос. Если это интересная, популярная модель, мы сейчас, в принципе, говорим именно о этом мотоцикле, а он изначально с двигателем внутреннего сгорания. То есть, фактически, сейчас-то мы здесь не наблюдаем ни двигателя, ни сгорания, ничего. Что же все-таки с ним будем делать? Так вот, мы подобрались к самому главному. Почему вы здесь ничего уже не наблюдаете? Потому что сюда уже примеряют двигатели, именно двигатели. То есть, сюда мы планируем изготовить несколько кит-комплектов. Сколько вы узнаете позже, это будут двигатели с обмоткой «Славянка». То есть, это электрические моторы с обмещенными обмотками. И мы посмотрим, что из этого получится. Вообще, идея какая? Чтобы тот кит-комплект, который мы сюда изготовим, устанавливался без вмешательства в конструкцию мотоцикла. То есть, просто открутили один мотор и поставили другой. Также закрутили его, я не знаю, на скольки это будет болтах, как это будет крепиться, я еще ничего этого не знаю. Ну, то есть, если подытожить все, что я сейчас услышал, мы берем двигатель, мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания. Классический, баджатш, популярный мотоцикл, который отвечает требованиям не только новичков, но и уже бывалых мотоциклистов. Он не очень мощный, но довольно компактный. Для города, я так полагаю, подходит очень хорошо. Да. У этого мотоцикла довольно большие продажи в России. И очень много владельцев. И что же получается? Теперь каждый из этих владельцев может приобрести в будущем кит-комплект. А что в него входит? Это электродвигатель, контроллер, батарея, наверное. Или батарея, или корпус. Батарея, корпус. Ну, то есть, возможны варианты. Да. Та конструкция, которая здесь будет предусмотрена для батареи, фактически он может сам его своими силами делать. Причем это, я надеюсь, что мы покажем, как это можно сделать. То есть, прям покажем это. Вы приедете и отснимете на ваших глазах, и из бензинового будет собран в электрический. А касательно какой двигатель будет установлен, пока мы об этом не говорим? Пока я могу сказать, что сотый точно. То есть, тот мотор, который делается нашим партнером Виктором Арестовым в Китае с обмоткой «Славянка», это ДА-100С. ДА-100С. То есть, да, это первый кит-комплект, который сюда планируется установить. Дальше будем смотреть. Ну, а может быть у вас планируется в будущем закупка парка таких мотоциклов, может быть, модернизация и продажа уже готовых? О, Александр, как красиво вы себе рассказываете. Основная идея, да, нам не надо закупать парка этих мотоциклов. Вот он нам не нужен вообще. То есть, идея такая, что есть кит-комплект, который мы можем передать владельцу, а владелец сам это сможет установить с помощью двух гаечных ключей. То есть, не нужно ни сварку, ни болгарку, ничего. Раскрутили, закрутили, поехали. Но тогда, я думаю, необходимо показать, как это сделать. Нужна видеоинструкция. Сможем записать продолжение этой истории? Мы будем рады, если, конечно, видеоинструкция вы от снимет такая профессиональная группа, как группа Соломаша. Ну, идея действительно очень хорошая, достойная. И я бы сказал, такого я еще не слышал. Именно применительно к переоборудованию электрических мотоциклов. А готовых электрических мотоциклов, да, их много. Но вопрос качества. И цены, между прочим. А вот кит-комплект, который каждый любитель сможет установить именно на свой уже любимый мотоцикл. Ну, или, допустим, новый, который он приобретет, этого нет. Но это же должно войти в историю. Наверняка этот процесс будет очень увлекательным. Создание. Мы сможем его продемонстрировать нашим зрителям? Ну, частично, конечно, сможем. То есть, не каждый, не будете снимать это все постоянно. Но частично, да, сможем. Но в любом случае, конечный продукт, вот тот самый интересный, который будет сюда устанавливаться, да, надо будет, наверное, снять и показать зрителям. Я думаю, тесты какие-то покажем. Характеристики, возможно. Да, обязательно. Это будет очень интересно. Это будет увлекательный аттракцион. Отлично. Отлично. Ну, собственно, Андрей, спасибо большое. Будем ждать. Будем. Как я жду. Очень надеяться на то, что получится все быстро. Как я жду. И четко. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok